Аксенчер Казахстан В Востоке до этого большую часть времени работал с нашими клиентами в России. Сам родом из Казахстана, из Галарды родился здесь, до 15 лет прожил. Ну, наверное, как-то завела назад судьба, так сказать, в Казахстан, чему, в общем, я рад. Давайте я, наверное, сразу прокомментирую. Хорошие вопросы прозвучали. Суть моего доклада несколько в другом, но мне понравились вопросы. Первое. Почему Аксенчер рекомендует такие heavy industries, а не вкладывать деньги во что-то другое? Смотрите, мы практически ребята. Мы следуем требованиям большого бизнеса зачастую. И with all of my respect к образовательной индустрии возврат на капитал крайне низкий. И объемы рынка небольшие. Если вы сравниваете с какими-то серьезными индустриями финансовыми и другими. Да, сейчас есть эта проблема. И в том числе там локальные игроки, не знаю, поговорить с Халыкбанком, например, с кем я там давно работаю. Людей нет, работать не с кем. То есть там любой крупный проект упирается в недостаток ресурсов технических, административных, каких угодно, никому работать. Но когда ты им говоришь, а давайте там, давайте какой-то университет организуем, вы это профинансируете в этого. Нет прямого возврата, до свидания. Прямой разговор. А прямого возврата в таких проектах нет. Их нет. Ну вот как бы я, будучи бизнесменом, покажите мне бизнес-кейс. Если бизнес-кейса нет, я не буду в это инвестировать. Поэтому это все такой непростой разговор с местными, даже крупными бизнесменами. В России абсолютно та же ситуация. И поэтому вот во всей этой истории много государства. К счастью, к сожалению, но его вот много. А мы как консультанты, мы, очевидно, тоже зарабатываем. Зарабатываем в первую очередь на коммерческих компаниях. Мы видим потребность. А потребность, деньги покажите. Где там деньги во всей этой истории? Разговор достаточно простой. Вот. Ну и тем не менее, структурно проблема образовательная для этих коммерческих крупных организаций, я вот по своему опыту скажу, она существует. И все по-разному пытаются решать. Хороший пример Сбербанк, например, в России. Какие-то миллиарды долларов, мне кажется, всаженные в корпоративный университет, преподаватели из НСИАДа, программы и так далее. Огромные деньги, ну потому что есть возможность. Может ли себе такой халык позволить в Казахстане? Ну, зная халык достаточно хорошо, ответ нет. Он этого делать не будет. Вот. Поэтому проблема есть. Будут, возможно, какие-то программы образовательные совместные, они будут в этом участвовать. Ну, потому что люди нужны. Но как бы такого прям массивного инвестирования я не жду. Тогда немножко про суть моего доклада. Мне показали, у меня 15 минут. Я постараюсь даже быстрее. Может быть, какие-то вопросы будут. Он будет немножко такой, наверное, не про конкретную проблематику в Казахстане, а будет про книгу, которую мы недавно выпустили. Называется она «Человек и машина». И суть этой книги в том, что сейчас очень много страхов вокруг появления искусственного интеллекта, какой-то странной информации, что вот всем конец, работать дальше будет машина, а мы будем что-то делать, непонятно что. И, собственно, мы попытались, опять же, потому что мы компания практическая, мы видим технологически, в чем ограничение искусственного интеллекта. Их очень много в моменте. И многие из них пока неочевидно преодолимы. Где, собственно, будет вот так граница и где человек должен будет совместно с искусственным интеллектом, с теми новыми подходами к работе найти свое место. Об этом книга написала ее в соавторстве один из наших глобальных управляющих директоров Пол Доэрти. Ну вот давайте, наверное, несколько слов начну. Много хайпа. Вы видите, что сейчас происходит много слов про новые технологии, цифровые трансформации. В Казахстане абсолютно то же самое. Слов много. Мы как бы сами частью этого шума являемся, мы его и создаем. Будучи консульционной компанией, активно двигаем эту историю, продаем этот шум активно. Ну и одна из таких тем, которые вот на этом хайпе существуют, это искусственный интеллект. Тема существует, на самом деле, очень давно. Еще эти алгоритмы появились в 60-х годах. И исторически было как минимум две волны этого хайпа. Одна была в 60-х, другая была в 80-х. Сейчас мы наблюдаем третью волну уже. Связано это с разными причинами. В первую очередь, то, что вычислительные мощности появились, появилась возможность быстро считать. Алгоритмически произошла работа определенная, математическая. О чем мы говорим? Мы говорим, и это такой вот стейтмент, который мы повторяем везде. Сейчас мы считаем, наблюдается такая зима искусственного интеллекта. Этот хайп начинает снижаться. Мы недавно делали исследование. Около 4 тысяч стартапов европейских изучили. И только в 30% случаев, которые заявляют, декларируют, что у нас есть искусственный интеллект в сути нашей работы. И только 30% говорят о том, что в реальности в них есть хоть какие-то зачатки искусственного интеллекта. Используются те или иные механизмы. Все остальные либо просто декларация, либо нагло врут. Причем эта вся история еще снижается. Там статистика не только наша. В целом интерес к этой теме снижается. Снижается почему? Наверное, это тоже важный момент. И, наверное, надо дать определение, что же все-таки такое искусственный интеллект. И здесь, наверное, технологические немножко надо поговорить. Я не знаю, насколько много среди вас технологически подкованных людей, но я постараюсь максимально просто объяснить. Говоря про последнюю волну, началась она где-то в 2008 году. Началась она с истории про большие данные. Слово big data появилось примерно там. И появились первые алгоритмы. Они были известны давно, но еще раз скажу, появились механизмы по быстрой проработке этих данных. Появились алгоритмы статистической обработки. Это еще не машинное обучение. Это просто классическая статистика, наложенная на большие объемы. Вы получаете какой-то результат этого анализа. Несколько дальше, то есть с 2010 по 2012 год появились первые алгоритмы по именно машинному обучению. И появились те самые нейронные сети. Опять же, они были известны давно. Я учился в Будапештском техническом университете. У меня дипломная работа была про нейронные сети в робототехнике. Это было 20 лет назад. Но не было тогда возможности этого в реал-тайме использовать и так далее. Были попытки как-то использовать. Алгоритмически это довольно известная история. Но попытка наложить эти алгоритмы по нейронным сетям на современные вычислительные мощности, мы получили то, что мы получили. То есть мы получили продвинутые алгоритмы по распознаванию речи. Сири классический пример. Этого не было еще 5 лет назад. Мы хорошо умеем распознавать голос. Мы хорошо умеем, относительно хорошо умеем распознавать изображение, по крайней мере, тип изображения. Но, например, распознать, и это там большая сложность была, я знаю, в том числе у вот этих проектов по Cell Driven Cars. Распознать на автомобиле сзади прикрепленный велосипед это уже сверхзадача, потому что кажется, что этот велосипед пересекает дорогу, и там слетает голова просто у этого алгоритма. И, наверное, говоря про искусственный интеллект, надо сказать про три ключевые, про алгоритмы, 10 минут у меня, ага, отлично. Надо сказать про три ключевые проблемы, которые существуют, и, собственно, на что нам стоит обратить внимание, когда вы там будете, и своим детям будете, возможно, рассказывать, какой путь им в жизни выбирать. Первое. Современные алгоритмы машинного обучения требуют гигантских объемов данных. И это огромная проблема. Ни один из алгоритмов существующих машинного обучения не может обучаться на маленькой выборке. Если ему покажешь одну картинку, на которой будет нарисован велосипед, он не поймет, что это велосипед, если его заранее не обучили. То есть нужно обучать на огромном количестве данных. И подготовка этих данных – это огромный трудозатраты. На это тратятся огромные деньги. Тратится труд, кстати, зачастую неквалифицированных людей. То есть это тысячи человек в деливери-центрах Google в Индии сидят и подбирают данные картинки велосипедов. Дальше. Важный момент. Искусственный интеллект не умеет учить другой искусственный интеллект. То есть вы не можете реплицировать самого себя. Вам все равно нужен человек, который будет вокруг этого бегать, подносить картинки, писать код, объяснять и так далее. Ну, техническим языком объяснять. И третий момент. Алгоритм, обученный находить велосипед, нельзя переобучить для нахождения, не знаю, самоката. И это вот такая проблема. И для самоката мне нужны тоже миллионные датасеты, чтобы обучить вот этот компьютер-вижн находить самокат, а не велосипед. Три большие проблемы. И, собственно, они непредалимы пока. Возможно, будет когда-то четвертая волна вот этого хайпа по поводу искусственного интеллекта. И те заявления, которые делаются сейчас, и, собственно, мы своих же клиентов даже немножко осаживаем, говорим, ребята, не торопитесь, не торопитесь сжигать ваши банки, они вам еще понадобятся. Например, заявление, что у нас через 2-3-5 лет появятся автомобили, которые будут самостоятельно ездить по дорогам. Да, возможно, они появятся, но появятся они не благодаря тому, что там будет какой-то сверхмозг, который будет все видеть и чувствовать. Появятся они благодаря поколению пятому связи, появятся они благодаря тем датчикам, которые появятся на улице, появятся они благодаря тем смарт-городам, которые появятся, появятся, так или иначе, на улице. Появятся они благодаря другим технологиям, которые нас окружают. Но не потому, что какой-то есть сверхмозг технологический. И переходя... Ну вот мы уже немножко поговорили, то есть какие-то мифы существуют. Я уже об этом сказал коротко, что роботы за нами не придут. Я вам гарантирую, что в ближайшие 10-15 лет никто за вами не придет. Роботы заберут нашу работу. Ответ, наверное, частично да. Частично какую-то работу, связанную с цифровым форматом. Работу простую, да, но появятся другие типы работ. Вот. И третий миф. Нам пока, наверное, не о чем беспокоиться. Такая позиция тоже встречается. Все это когда-то непонятно. Это тоже, наверное, заблуждение. Ситуация меняется. Нужны другие навыки. Ну и мы говорим о трех таких императивах в целом. В какую сторону надо двигаться? Нужно менять сам бизнес и подходы к ведению бизнеса. Нужно менять подходы к работе. И здесь вот появляются эти новые навыки, о которых мы говорим. И нужно по-другому оценивать тот искусственный интеллект, те алгоритмы по машинному обучению, о которых, вот я говорил до, да, несколько другие подходы должны использоваться. Изменение подходов к бизнесу. Ну здесь, наверное, я ничего нового не скажу. Все вы знаете по эти новые дисраптив истории про Google, Amazon, Airbnb и так далее. То есть сейчас и объективно, там, в частности, финансовой индустрии, вот сейчас МФЦА там параллельно проводит второе мероприятие, все пытаются искать бизнесы, которые технологически, по крайней мере, ориентированы, пытаются искать другие источники прибыли. Текущие источники доходов сильно поджались. Финансовый сектор в Казахстане ровно такой же, как он за пределами Казахстана. Прибыли текущие маленькие. Ищем другие возможности заработать, особенно в рознице. Корпоративный сектор еще более сильно сжался. Мало денег, пытаемся искать какие-то дисраптив модели. И это как раз об этом. Где мы можем использовать вот такого рода подходы с использованием машин-ленинга и так далее. В частности, с машин-ленингом, если говорить этой историей, как мы по нашей статистике до 40% эффективности можно выжимать из существующего бизнеса. Ну и, наверное, вот то, что соответствует тематике сегодняшнего обсуждения, это где человек-то в всей этой истории. И человек как раз с нашей точки зрения, он между человеком в прошлом понимании этой всей истории и машинами в нынешнем понимании. То есть машина сейчас умеет хорошо транзачивать, очень быстро, сумасшедше быстро. Человек никогда так не умел и уметь уже не будет. Машина может быстро перебирать разные варианты, если в это заложить. И машина умеет прогнозировать. Что умеет человек на высоком уровне? Он умеет очевидное какое-то целеполагание определить, лидерствовать. Он умеет сопереживать. Это очень важно. Бизнес для людей, не для машин. Он умеет как-то творчески представить это все. И он может какое-то суждение выдавать. Но это все было, а вот что будет? И там, где навыки, которых не было, должны появиться. И они основываются на тех проблемах, о которых я говорил раньше. Машину нужно научить. И это то, что вот сейчас появляется как некий навык. Таких специалистов сейчас мало. Но я уверен, специалистов по машинному обучению, через 10 лет их будет как джава-программистов. Это просто станет стандартной историей. Машине нужно объяснять. Это вот эта история про велосипед и самокат. То есть как-то это нужно датасеты подобрать и так далее. Эти алгоритмы дальше нужно сопровождать каким-то образом. То есть чтобы постоянно подкармливать их новыми данными и так далее. Их нужно распространять на другие элементы. Сначала самокаты, потом велосипеды, потом еще что-то. И нужно интегрировать другие алгоритмы. То есть вся эта история выливается в том, что появляется новая категория работы, которая интегрирована в эти новые алгоритмы машинного обучения. Когда они сдвинутся, мы не знаем. Может быть это 15-летний горизонт, может быть 10-летний. Произойдет очевидный рывок. Но сейчас нам с вами нужно учиться. И появятся такие роли, которые интегрированы в роли по машинному обучению. У этого есть проблемные импликейшены, что сейчас за подборку датасетов бедным индусам платят сильно меньше, чем за перебор картошки, условно говоря. Но это как бы то, что мы имеем, просто то, что у нас общество такое. Ну, наверное, у меня осталось буквально две минуты. Все вы, наверное, слышали про три закона робототехники. Да, Азика, Азимова, что робот обязан подчиняться человеку. Робот не имеет права причинить вред человеку. И третий пункт, смотри, два предыдущих пункта, что при любом изменении я не могу причинить вред человеку. Мы говорим о том, что появились все-таки четыре дополнительных элемента к этим трем законам. Это ответственность. Кто-то должен нести ответственность за применение этих алгоритмов. Автоматический автомобиль сбивает человека. Кто несет за это ответственность? Прозрачность. Мне нужно понимать, каким образом принимаются решения. А это зачастую непонятно. Это всегда такая магия. Вот если вы погрузитесь немножко в процесс, почему такое решение было принято? Непонятно. Мы набросали туда каких-то алгоритмов. О, вот этот сработал. Отлично. Почему? Никто не знает. Справедливо. То есть кто выгодоприобретатель во всей этой истории? Вот это, наверное, тоже важный момент. На него зачастую ответа нет. Ну и честно, без дискриминации, потому что, ну там масса примеров, когда эти алгоритмы дискриминируют женщин, например. Потому что их обучили на сэмплах мужских фотографий. Да, all over the side. Вот. Почему про вот эти истории? Потому что так или иначе это все переложится в обучение. Когда вы будете обучать эти алгоритмы справедливости, когда вы будете работать с ними, вот эти новые императивы стратегические, они будут важны. Об этом наша книга. Почитайте. Она в свободном доступе. Да, она в свободном по-русски, по-английски. Сделайте картинку, погуглите. И можно скачать, почитать. Она в России издана. Издательство Манн, Иванов и Фербер. По-русски. Есть по-английски, очевидно, тоже. Продолжение следует.